Здравствуйте дорогие коллеги, меня зовут Ролич Алексей Юрьевич, я являюсь старшим преподавателем департамента компьютерной инженерии и одним из разработчиков заданий для Олимпиады. Я профессионал по направлению интернет вещей и киберфизические системы. Интернет вещей и киберфизические системы это особая предметная область, очень обширная, в которой есть очень много различных технологий, очень много различных кейсов для применения этих технологий и так далее. Эта предметная область включает в себя различные сетевые технологии, аппаратные технологии, технологии информационной и компьютерной безопасности для каких-то созданных систем, в том числе киберфизических систем, системы искусственного интеллекта, предиктивной аналитики и так далее. Если говорить в общем и целом, это такая концепция вычислительных сетей, когда очень многие умные устройства с определенной степенью интеллектуализации связаны между собой, объединены в единую сеть, которая формирует единую информационную систему, которая в дальнейшем работает как система искусственного интеллекта и производит определенную автоматизацию нашей с вами жизни. Это может быть и производство, и научная деятельность, и обычная жизнь человека в умном доме, и многое-многое другое. Вузами-организаторами данного направления являются Высшая школа экономики, соорганизаторами направления являются КНИТУКАИ, УРФУ и НГУ. Мы приглашаем к участию студентов любых технических специальностей, в основном, конечно же, связанных в первую очередь с IT-технологиями и инженерией. Но, конечно же, мы также и приветствуем любых студентов, которые хотят проявить свои навыки и знания в области именно технической, скажем так, аналитики, технических hard skills. Если даже вы являетесь экономистом или психологом, но вам нравится интернет вещей и вы умеете работать с какими-то микроконтроллерами, с программным обеспечением, мы не можем вам запретить участвовать в нашей Олимпиаде, поэтому на самом деле мы приглашаем всех студентов к участию в нашем направлении. Компаниями-партнерами данного направления являются такие технологические компании, как Райтек, МТС, Ростелеком, компания Инфовоч, Спутникс и госкорпорация Сканекс. Все эти компании тем или иным образом участвуют в развитии данной предметной области в нашей стране и за рубежом. Кроме этих компаний, конечно же, существует достаточно много других компаний в индустрии, которые требуют все новых и новых специалистов в данной области для реализации каких-то проектов. Те студенты, которые свяжут свою дальнейшую профессиональную судьбу с данным направлением, смогут работать как разработчиками аппаратных платформ в интернете вещей, программистами аппаратного уровня, то есть программирование микроконтроллеров, встраиваемых систем и так далее. Это могут быть специалисты по безопасности таких киберфизических систем, безопасности на производстве, на автоматизированных системах управления технологическим производством. Также это могут быть и, конечно же, аналитики данных, которые занимаются тем, что анализируют все данные, которые поступают со специализированных датчиков, устройств, которые мы можем получить откуда-то из интернета, с каких-то информационных систем. И, конечно же, самое простое, что может быть, наверное, это программисты, которые будут разрабатывать программное обеспечение, которым будут пользоваться как обычные люди, так и профессионалы на производстве. Конечно же, у вас может возникнуть вопрос, а зачем участвовать в данном направлении Олимпиады «Я профессионал»? Кроме различных призов, таких как денежные призы, попадания студентов, которые станут финалистами, призерами и победителями Олимпиады, в различные пулы профессионалов, которые учитываются различными компаниями. Также вы можете получить потенциальную стажировку в тех компаниях-партнерах, с которыми мы работаем, и, соответственно, продолжить там свой карьерный путь. И, конечно же, вы можете в дальнейшем продолжить свое обучение на программах магистратуры и аспирантуры. Например, в Национальном исследовательском университете высшей школы экономики существует такая магистрская программа, как интернет вещей и киберфизические системы, где мы как раз-таки готовим специалистов именно в этой области. И подготовка специалистов на этой магистрской программе заключается в том, что мы готовим как раз-таки так называемых айот-дженералистов, то есть тех специалистов, которые имеют определенную специализацию в данной области. Это может быть безопасность, программирование, аналитика, работа с аппаратным уровнем, но также вы, конечно же, получаете все знания, которые необходимы вам для работы как профессионала в данной области. Олимпиада «Я профессионал по направлению интернет вещей и киберфизической системы» организационно состоит из двух этапов. Отборочный этап, заочный, где вы будете решать в информационной системе определенные задания. Задания будут направлены на тестирование различных навыков и знаний, которые вы получили при вашем обучении в бакалавриате или магистратуре. Данные задания разделяются по нескольким предметным областям. Это могут быть задачи общего плана, которые тестируют определенные ваши знания вообще в области интернета вещей, ваше понимание этой области и так далее. Это могут быть задания на программирование, задания на понимание вами аппаратного обеспечения, которое может быть использовано в интернете вещей и киберфизических системах. Это задачи, связанные с различными протоколами передачи данных. Это какие-то задания, связанные с сетевыми технологиями, которые используются в данной предметной области и так далее. То есть, в принципе, любой студент, который обучался на технической специальности, как в бакалавриате, так и в магистратуре, сможет без труда решить эти задачи и, соответственно, пройти уже финальный этап. Финальный этап Олимпиады «Я профессионал» по направлению интернет вещей и киберфизической системы состоит уже из двух подэтапов. Это полуфинал и финал. Давайте начнем с полуфинала. Полуфинал — это такое мероприятие, в котором вам необходимо уже будет продемонстрировать свои творческие навыки по разработке каких-то систем интернета вещей, по работе с различными источниками, в том числе в интернете, по обзору и анализу научной тематики, по какой-то конкретной инженерной задаче и так далее. Сам финал, в который уже пройдут определенное количество участников полуфинала, будет представлять из себя практическую задачу. То есть, это практикоориентированная задача с определенным аппаратным обеспечением, которое будет вам выдаваться, с определенным набором сенсоров и актуаторов, с которыми нужно будет работать, и, конечно же, доступом к облачной платформе интернет вещей, которую нужно будет использовать для дальнейшей работы. В рамках этого задания вы должны будете построить определенную аппаратную систему, которую вы в дальнейшем подключите к облачной платформе интернет вещей и будете там уже производить различную аналитику, разработку программного обеспечения и так далее. Иными словами, вы создадите в течение некоторого времени, нескольких часов, действительно работающую информационную систему интернет вещей, если хотите, киберфизическую систему, которая будет выполнять определенные, полезные, практические какие-то задачи, которые могут встретиться вам в индустрии. Безусловно, у каждого студента, который участвует в Олимпиаде, встанет вопрос, как к ней готовиться. Самой лучшей подготовкой это будет участие в каких-то хакатонах, может быть даже онлайн-хакатонах по данной тематике. То есть вы должны будете каким-то образом проявлять и тренировать свои практические навыки в данной области. Конечно же, есть достаточно большой объем и онлайн-курсов, и различных литературных источников, которые вы можете использовать для подготовки. Все они, конечно же, будут выложены и на сайте Олимпиады, в спецификации вы можете их найти, можете с ними ознакомиться и получить определенные ответы на свои вопросы. И, конечно же, мы проведем вебинары, на которых будем разбирать решения задач прошлых лет, как работает с демоверсией и, соответственно, каким образом вообще распределять свое время для решения определенных задач, которые могут встретиться вам как на заочном этапе, так и на полуфинале и в финальной части. Дорогие участники, если у вас остались какие-то вопросы, если некоторые моменты остались для вас неясными, вы всегда можете оставить вопросы под этим видео, либо, соответственно, задать их организаторам Олимпиады. Мы обязательно на все вопросы ваши ответим, вам поможем. Ну и хотелось бы пожелать вам удачи, успехов и, конечно же, победы в нашем направлении интернет-вещей и киберфизические системы. Удачи!